Военный конфликт в Афганистане длился 10 лет. Боевые действия не велись на территории нашей страны, но тем не менее они затронули многие семьи. За этот период только по официальным данным погибли около 14 тысяч советских солдат. Свыше 300 пропали без вести. В Лабинском районе на данный момент живут 130 ветеранов Афганистана. Они частые гости, проводимых в городе встреч с молодежью. 15 февраля 1989 года Громов, командующий 40-й армии, вывел и объявил о том, что за его спиной больше нет российских солдат, конечно, кроме тех, кто пропал без вести. И мы в связи с этой датой проводим эти мероприятия, встречи со школьниками и с молодежью города. В целях воспитания и проведения военно-патриотического воспитания молодежи. 27 лет назад последний советский солдат покинул Афганскую землю. В Музее истории и краеведения не могли обойти это событие стороной. Ведь участниками интернационального конфликта стали 180 наших земляков-лабинцев. 86 из них были удостоены звания Героев Советского Союза. На мероприятии научные сотрудники музея и ветераны Афгана рассказали учащимся второй школы о наиболее значимых событиях этой войны, о мудрых стратегиях полководцев и героизме рядовых. Ребята познакомились с историей войны в Афганистане. Непосредственно из уст ее участниками. Участников услышали о том, какой она была для наших советских солдат, о том, как они с честью и достоинством выполняли свой интернациональный долг в республике Афганистан. Ребята узнали о том, как воевали воины-десантники в Афганистане, мотострелковые части и, конечно же, вертолетчики. Именно авиация, которая большую и существенную роль именно в этой войне и сыграла. Уже седовласы и герои с орденами и медалями на груди рассказали о том, как проходили службу, каково было воевать, о погибших боевых товарищах они вспоминали, не скрывая слез. Встреча с ветеранами Афгана для учащихся второй школы стала настоящим уроком мужества. Сегодня мы узнали о войне в Афганистане и их настоящие события, которые произошли там. Мы услышали эти рассказы от настоящих очевидцев этой войны. Я считаю, что такие мероприятия полезны для подрастающего поколения и они дают осознать всю суть, как жить с войной и как жить без войны. В конце мероприятия в благодарность за героизм, проявленный в тяжелые годы, школьники вручили ветеранам цветы.